ТАНДЕРШОУ А в этом выпуске — «Советский танк-невидимка». Я покажу тебе один небольшой трюк — отбомбить за 30 секунд. Воздушные баталии. Начинаем «Тандер-шоу». Дорогие зрители, возможно, некоторые из вас помнят, как в одном из выпусков «Тандер-шоу» японский танк применил мощное стелс-поле, укрывшее его от взглядов врагов. Так вот, похоже, тайна появления этой технологии в Японии раскрыта. Она была украдена у Советского Союза. Первые её модификации были использованы на танках КВ-2, поскольку впоследствии, вероятно, она должна была быть установлена на несостоявшийся проект танка-шагохода ШТ-1. В этой реколированной хронике вы можете увидеть первые полевые испытания танка КВ-2Н, то есть невидимой. Как нетрудно заметить, технология ещё сырая и необработанная, поэтому после длительного наблюдения в то место, где находится танкист-испытатель, противники всё же различают силуэт могучего советского танка, но это не помогает им избежать неминуемой участи. Ричард, надеемся, в будущем вы пролите свет на то, почему данная технология не была использована серийно, и тогда партия вручит вам орден. А пока вот вам заслуженные орлы. Согласитесь, обидно, когда после того, как сбил врага, погибаешь от того, что, пролетая мимо него, попал под очередь, которую он пустил, зажав гашетку в неуправляемом падении. Но есть кое-что ещё обиднее, когда враг после получения серьёзных повреждений намеренно закручивает свой самолёт и потом даёт одну коротенькую очередь и сбивает тебя. Прямо как в этом ролике. Пилот Швальбы, потерявший двигатель, получив повреждение руля высоты, даёт сильный крен и во вращении сбивает вражеский Тандерджет своей меткой стрельбой. Вот это уж точно. Реакция как у Мангуста. X-RES Productions поздравляем с победой в Тандер Шоу. Заслуженные пять тысяч орлов скоро будут у тебя. У героя этого ролика, судя по всему, огромная страсть к медали «Последний удар». Как иначе объяснить такое горячее желание уничтожить противника во что бы то ни стало? С момента выхода на атаку до конца боя оставалось всего 30 секунд, но наш герой, не жалея своей машины, направляет её по самому быстрому пути, пикируя прямо на врага. Вырлить он уже не успеет, самолёт обречён. Но что насчёт врага? Последние секунды боя. Успеет ли бомба сдетонировать? И да, буквально за треть секунды до конца вражеский танк взрывается фонтаном огня и обломков. Действительно, эпичная гонка со временем, которую наш герой выиграл. Поздравляем «Шимиказы Чан» с успешным уничтожением противника и получением пяти тысяч орлов. Но шамолёты предбереги. «Шамолёты предбереги» Сегодня у нас в рубрике «Оригинальный ролик» видео посвящённое авиационной составляющей нашей игры с хорошей постановкой и монтажом. Настоящее наслаждение для глаз и просто качественное видео. Смотрим! «Шамолёты предбереги» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отличная работа, AX-System! Вот твои заслуженные орлы! Время выбрать лучший комментарий недели! Коммунист из Белоруссии сказал Приступ стелса — редкое заболевание, обычно встречается у танков Маус. За который автор получает тысячу золотых орлов? Пожалуйста, ответь на победный комментарий своим игровым имейлом и именем игрового аккаунта для получения приза. Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых орлов может занимать до пяти рабочих дней. Теперь давайте напомним правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтируй видео длиной до трёх минут, подходящие в одну из четырёх ранее упомянутых рубрик. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые, закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей своё видео на YouTube и пришли нам ссылку на «Thundershow собакогайден.ру», обязательно указав письме имя своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить на него твой приз в случае твоего выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырёх победителей суммой в пять тысяч золотых орлов. А ещё у нас дают бонусы за лучшие комментарии недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. Халявы хватит на всех. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»